Иисус достоинств и славы Тысячи лет в шатрах нечестия Лучше один воскресный день В Доме Божьем Чем долгие месяцы В шатрах нечестия Долгие годы Аминь И как пели Созерцать красоту в Доме Твоем Созерцать красоту Божью Вот красота Божья Это народ Божий Аминь Красота Божья в Доме Божьем Вот мы можем созерцать Красоту Твою В Доме Твоем Величие Божье В Доме Твоем Когда был грешник А сегодня спасенный человек Божий Был Неправильный человек Был Был Который заботился только о себе Думал только о себе То сегодня Думает о неспасенных людях Сеет Жертвует Поддерживает дело Божье Это Божья красота Аминь Спасенные люди Я хотел бы Чтобы мы открыли Евангелие от Луки 16 глава С 3 по 10 стих Тогда управитель сказал сам себе Что мне делать Господин мой отнимет у меня управление домом Копать не могу Просить стыжусь Знаю что сделать Чтобы приняли меня в домы свои Когда оставлен буду от управления домом И призвав должников господина своего Каждого порознь Сказал первому Сколько ты должен господину моему Он сказал 100 мер масла И сказал ему Возьми твою расписку И садись скорее Напиши 50 Потом другому сказал А ты сколько должен Он отвечал 100 мер пшеницы Сказал ему Возьми твою расписку Напиши 80 И похвалил господину правителя неверного Что догадливо поступил Ибо сыны века этого догадливые Сынов света в своем роде И я говорю вам Приобретайте себе друзей Богатством неправедным Чтобы они когда обнищаете Приняли в вас вечные обители Верный в малом во многом верен Неверный в малом Неверен во многом Я сегодня хотел бы Чтобы мы поговорили О том О нашей реакции Когда приходят перемены В нашу жизнь Перемены в нашей жизни Они неизбежны Вот всегда приходят перемены Мы смотрим на свое тело И мы знаем Что оно меняется С годами Смотрим на наших детей И они меняются Они растут Характер у них появляется Появляется у них Что-то прибавляется Что-то убавляется Мы приходим на работу На работе постоянно Какие-то перемены Мы в нашей семье Видим постоянно Какие-то перемены Да И однажды мы с вами придем Конечные наши перемены Наши жизни на этой земле Мы придем к перемене К переходу из жизни в жизнь Это будет последняя наша перемена Которую мы увидим в жизни Аминь Мы переходим из временного мира В вечный мир И вот интересно Что вот этот управитель В этой притче Встречается с переменой Приходит перемена в его жизнь Приходит что-то в его жизнь Что глядя на эту перемену Ему надо как-то реагировать Ему надо что-то делать Он понимает Что пришла вот эта перемена Сложных обстоятельств Что обстоятельства Меняются сейчас Надо что-то решать Надо что-то делать И тогда написано интересно Третий стих написано Господин мой Отнимет у меня управление домом Приходит время Когда возможно Он может потерять управление домом И он начинает думать Копать не могу Просить стыжусь Он начинает анализировать свою жизнь Что я должен сделать сейчас Когда приходит перемена в мою жизнь Копать не могу Да, есть люди Которые копать не могут Представляете Всю жизнь работал в офисе Всю жизнь Вот как этот управитель Никогда лопату в руки не брал Может быть пару раз взял Посмотрел Слушай, силы нет у меня столько в руках Не могу копать Просить стыжусь Надо что-то делать Надо что-то решать И вот он принимает решение И он зовет одного человека Должника И говорит Слушай, сколько должен? 100 мер масла Пиши скорее расписку 50 Тот такой Слушай, как так? Да, пиши 50 Тот такой Не ожидал Ты же вообще Это же Ну Ты вообще такое решение принял Такой молодец Я вот Вообще не ожидал от тебя Слушай, я думал о тебе Совсем другого мнения был Зовет другого Сколько должен? 100 мер пшеницы 100 Боже мой 100 мер пшеницы Это же много Это же пшеница Она же дорогая Ты что? Ну вот должен Пиши 80 80 Пиши скорее Пишет 80 Слушай, не ожидал Что ты такой Так вот относишься? Пиши давай Все И он начинает строить отношения С этими людьми Интересно, что Этот человек Он жил как бы Ну параллельно Он Не вникал в судьбу людей Он не вникал в нужду людей Он просто занимался Своим делом Вот для него дело было На первом месте Он им занимался Он управлял Сколько должен? 100 Когда отдашь? Ну слушай Не знаю У меня такие обстоятельства Мне не важно Какие у тебя обстоятельства Мне не важно Как ты живешь Мне не важно Что в твоей жизни Мне вообще не важно Я не собираюсь с тобой Строить отношения Я не собираюсь с тобой Общаться Когда отдашь долг? Слушай, не знаю Смотри И отпускай человека Другой Сколько должен? 100 Ох, боже мой Когда отдашь? И вот он приходит К определенному кризису Своей жизни И он понимает Что идут перемены В его жизнь И надо что-то делать Что делать? Что мне делать? Копать не могу Просить, стыжусь Что делать? Слушай, оказывается У меня кризис Отношений с людьми Оказывается Я забыл Про то Что надо с людьми Строить отношения Что это на первом месте Важно не само дело А важно научиться Выстраивать отношения Важно научиться общаться Важно научиться Поддерживать друг друга Важно научиться Вкладываться в друг друга И именно это поможет В кризисных обстоятельствах Твоей и моей жизни Интересно, что Пророк Иеремия 18 глава Говорит Господь Такие слова Через пророка Иеремия 7 по 10 стих Иногда я скажу О каком-либо народе И царстве Что искореню Сокрушу И погублю его Но если народ этот На который я это изрек Обратится От своих злых дел Я отлагаю То зло Которое помыслил Сделать ему А иногда скажу О каком-либо народе И царстве Что устрою И утвержу его Но если он будет делать Злое пред очами моими И не слушаться Глаза моего Я отменю то добро Которым хотел Облагодетельствовать Его Как мы реагируем На те перемены Которые приходят В нашу жизнь И твоя реакция На эти перемены Она определит Твое будущее Именно твое будущее Зависит От той реакции Которая последует На эти перемены Помните Помните Иона Приходит Неневия И начинает Говорить Неневитянам Еще три дня И Неневия Будет разрушена Еще три дня И вы все погибнете Вы все умрете И Что делают Неневитяне Они начинают Реагировать На эти слова Которые они услышали Они начинают Паститься Они начинают Смиряться Пред Богом Они начинают Они своих животных Заставляют поститься Животные не едят Не пьют А когда животные Не едят Не пьют Хотя бы день Они начинают Кричать Они начинают Что-то делать Потому что Животные не любят Терпеть голода И вот Вся Неневия Покрыта пеплом Прахом Смирением Пред Богом И как мы прочитали Пророк Иеремия То зло Говорит Которое я запланировал Если они смирятся Если они послушаются То я отменю То зло Которое я хотел сделать И вот Наша реакция На определенные перемены В нашей жизни Она будет Определять Наше будущее И Неневитяне Они начали Правильно реагировать На ту беду Которая пришла В их жизнь Они стали Смиряться Пред Богом Они стали Ожидать от Бога Они стали Взывать Бога Они стали Каяться Они стали Говорить Господь Прости меня Прости мои грехи Господь Я не хочу Так дальше жить Я хочу Чтобы ты принес Свои перемены В мою жизнь Я соглашаюсь С твоими условиями Я соглашаюсь Что мне надо Каяться Я соглашаюсь Что мне надо Измениться Я соглашаюсь И тогда Господь Отменил Свой приговор Но это не понравилось Правда Пророку Ионе Но вопрос Не в этом Вопрос Что у них Была правильная Реакция На то Что Господь Хотел сделать С ними Они Смирились Пред Богом Поэтому Когда мы Отменяем В твою и мою жизнь Он говорит Такие слова Четвертый стих Знаю Что сделать Чтобы Приняли Меня В домы Свои Когда Оставлен Буду От управления Домом Он говорит Знаю Что сделаю Мне надо Построить Отношения Мне надо Построить Отношения С людьми На которые Я не обращал Внимания Раньше Я так Был увлечен Процессом Я так Был увлечен Делом Что я забыл Самое главное Отношения С людьми Когда Придет Беда Когда Придет Проблема Кто Мне Поможет Кто Мне Поможет Как Мне Эти Люди Я знаю Этих Людей Они Добрые Я знаю Что Они Хорошие Но Они Попали В Такую Ситуацию И Возможно Придет Время Что Они Мне Будут Помогать Как Часто Мы Порой Увлечены Процессами Жизни И Мы Забываем О Самом Важном Отношения Друг С Другом Отношения С Людьми Отношения С родными Близкими Отношения С друзьями Отношения Ты работаешь Ты много занят Ты много Суетишься И вот Пришел Вторник Вечер Тебе говорят Брат Сестра Приходи На ячейку Ты Слушай Какая Ячейка У меня Процессы Жизни Мне Надо Домой Больше Готовить Мне Надо Дома Сделать То И То И То У У У Слушай Служение Четверг Среду Слушай Какое Служение Мне Некогда Понимаешь У 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 И Приходит Кризис Этих Дел Что Скоро И Как У 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 Больше Не У У У У У У У У только этим, я же жил вот управлять домом, чтобы было чисто там, тут, сям, чтобы было чисто, я же, я же, а за что он у меня? Просто отнимет. И что ты будешь делать? И знаете, как часто мы приходим, Бог нас подводит к такому моменту, что, слушай, а придут тяжелые времена в твою жизнь, кто тебе поможет? Как не братья и сестры, придут проблемы в твою жизнь, кто тебе поможет? А ты поддерживал отношения со своей ячейкой? А ты поддерживал? Они же собирались, чтобы поддерживать друг друга, молиться друг за друга, вдохновлять друг друга, ободрять друг друга. Вот придет беда, кто тебе поможет? И он начинает думать, слушай, чтобы они приняли меня в домы свои, когда я буду оставлен от управления домом. Но это не корыстная цель. Мы не в корыстных целях это делаем, но мы это делаем, зная, что мы нужны цены друг другу. Библия говорит, что мы одно тело, церковь есть тело Божье, и что мы имеем взаимоскрепляющие связи, это общение, отношение друг с другом. Если не будет этих взаимоскрепляющих связей, то что будет с телом? Тело начнет деградировать, тело начнет ослабевать. И когда придет в твою и мою жизнь проблема, куда ты пойдешь? Я пойду, я знаю, куда мне идти, я знаю, где меня поддержат, я знаю, где за меня помолятся, я знаю, где меня обнимут, я знаю, где мне послужат. Поэтому я не хочу пренебрегать этим сегодня, в своей жизни, когда у меня все хорошо. Поэтому Господь подвел его к определенным переменам. Парень, у тебя кризис внутреннего духовного состояния. Ты увлекся чем-то наружным, ты сделал это более важным, нежели внутренним состоянием в своей жизни. Тебе надо начать строить отношения с людьми, вкладываться, служить, поддерживать друг друга, вдохновлять, доколе есть у тебя эта возможность сегодня. И он берет и пользуется этой возможностью, пока она у меня есть. Я хочу послужить. Слушай, ты сколько должен? Сто, слушай, восемьдесят. Я, надо же. Слушай, а ты сколько должен? Сто, слушай, пятьдесят. Надо же. Слушай, какой молодец. Как ты вот так? Ну, слушай, вот я понял в своей жизни, что надо строить отношения с людьми, надо общаться с людьми, надо вкладываться в людей, надо любить друг друга, поддерживать друг друга. Слушай, молодец. Там написано даже домоуправитель похвалил его. Не домоуправитель, а хозяин дома. Хозяин дома смотрит, слушай, надо же, молодец какой, додумался, догадался, в чем проблема была. Молодец. Знаете, часто и бывает реакция другая, когда Бог говорит, я благословлю тебя, я поддержу тебя, да, как в Иеремии мы сейчас читали, придут все твои благословения, и Бог начал поднимать тебя. Ты начал быть человеком успеха, пришел успех, ты стал иметь то, о чем ты не мечтал. И написано, и если когда я скажу, что я благословлю тебя, а Он начнет делать худое, злое, то я отменю то добро. Так же мы порой, бывает, получаем что-то от Бога, одно, другое, третье, и мы начинаем делать не то, что Бог ожидал от нас. Тогда Бог отменяет то добро, которое Он хотел дать тебе и мне. Поэтому твоя и моя реакция, она определит твое будущее, она определит направление твоей жизни. Поэтому как важно тебе и мне научиться правильно реагировать на то или иное. Потому что когда мы неправильно реагируем на перемены в нашей жизни, то приходит угасание, угасание духовных даров. Когда Бог хотел, чтобы в тебе развились пророческие дары, когда Бог хотел, чтобы в тебе открылись дары словознания, чудотворения, словомудрости и так далее. Какие-то духовные дары, чтобы в тебе раскрылись еще больше. Но твоя неправильная реакция, она стала угасать те дары, которые Бог хотел раскрыть в тебе, умножить в тебе. И так же какие-то душевные дары, знаете, есть способность к искусству, способность к образованию, способность к наукам, способность там петь хорошо, красиво, то когда человек неправильно реагирует на что-то, то и эти дары начинают угасать. Знаете, женитьба, да, это такие, ну, процессы соединения. Во время этих процессов, да, когда вот женитьба, там Библия говорит, что двое становятся одной плотью. Такой идет процесс соединения. И когда идет вот этот процесс соединения, он идет, ну, в процессе всей нашей жизни, да, двое становятся одной плотью. И когда вот эти процессы соединения идут, мы проходим какую-то боль, да, мы проходим что-то. Но реакция на это может перенаправить. Либо люди будут счастливы, либо они будут несчастливы. Это определяет уже реакция. Но вопрос не в том, что это не значит, что изначально не было Божьего плана на эту семью. Вопрос в том, что стали неправильно реагировать на те перемены, которые пришли в их жизнь. Неправильная реакция стала определять их судьбу, и они стали несчастливы. Но Бог хотел этот брак. И это во всех сферах. Помните, Иезекия заболел. Царь Иезекия, когда заболел, он вызовет пророка, пророк приходит к нему, слушай, ты помрешь. Болезнь смертельная, все плохо. Пиши завещание. И ушел. Тут, слушай, Боже мой, как так? Написано, повернулся к стене, начал каяться, просить Бога прощения, молиться. Господи, прости меня. Господи, как я так жил? Как я мог жить? Таким образом я забыл о том, чтобы помогать людям. Я забыл о том, чтобы строить отношения. Я забыл вообще об этом напрочь. Прости меня, Господь. Измени меня, Господь. Боже, я хочу войти в небеса другим человеком. Господь, что-то сделай с моей жизнью. Он начинает каяться, смиряться. И написано, отменил Господь то зло, которое должно было прийти в его жизнь, и дал ему бонус в жизни. 15 лет жизни еще ему добавил. И Бог говорит пророку, слушай, я увидел его сердце, иди, возвратись, скажи, 15 лет еще будет жить. Тот возвращается, слушай, отменил Господь приговор, живи еще 15 лет. Слава Богу, Аллилуйя. И Бог явил свою славу в его жизни. Поэтому реакция на перемены важна. Наша реакция очень важна. Мы иногда недооцениваем. Мы начинаем реагировать. Приходят какие-то обстоятельства, и мы начинаем просто как-то неправильно реагировать. Мы начинаем злиться. Мы начинаем бунтовать. Мы начинаем негодовать на церковь, на служителей. Негодовать вот там, вот никаких перемен я не вижу. И вот я не вижу, что благословение приходит в мою жизнь. Начинаем роптать, и начинает приходить неправильное зло, приходит в нашу жизнь. Знаете почему? Потому что реакция на перемены – это когда нам тяжело реагировать правильно на перемены по причине нашей низкой морали. Наши низкие моральные ценности. И нам тяжело реагировать правильно на перемены. Но интересно, что как важно нам правильно реагировать во время трудностей, А когда мы будем правильно реагировать? Когда мы будем наполнены высокими ценностями моральными. А как наполниться высокими моральными ценностями? Бог сказал Иисусу Навину, «Да не отходит эта книга, Слово Божие, закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен на всех путях твоих». То есть, поучаясь Словом Божьим, Слово Божие поднимает моральные ценности внутри меня, и когда приходят проблемы, я знаю, как реагировать на них. Мне легче правильно реагировать на перемены, и мне проще это делать, потому что я знаю, Бог поднял во мне моральные ценности. Написано, с радостью принимайте, братья, когда впадаете в искушение, да? Когда приходят искушения, начни радоваться тому, что твое имя в книге жизни, потому что испытанная вера производит терпение внутри нас, определенный плод приходит. Поэтому, как важно нам научиться правильно реагировать на перемены в нашей жизни. Евреям 5 глава 14 стих. В книге Евреям 5.14 здесь написано, «Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Если мы духовно возрастаем, то наша реакция будет правильной на перемены». Пришли большие перемены в жизнь Иова. Большие перемены пришли. Не дай Господь нам встретить такие перемены. И Он реагирует. Бог дал, Бог взял, да будет имя Его благословенно. Он теряет все. Семью, теряет детей, теряет дома, теряет скот, теряет все, абсолютно ноль теряет здоровье. Проказа приходит на Его тело. Бог дал, Бог взял, да будет имя Его благословенно. Он правильно реагирует. И в результате этой реакции Он начинает духовно возрастать. Бог дает ему духовный рост. Бог дает ему силу проходить это. Бог дает ему помазание. И Он в этом, находясь в этой скорби, получает от Бога помазание, силу проходить и правильно реагировать. И в результате Он приобретает. Потом мы знаем, что Бог дал ему больше, чем у Него было. Возможно, твои перемены сегодня супернегативные. Но если у тебя будет правильная реакция, то твоя реакция тебя приведет к доброму результату. Поэтому, как важно нам это понимать. И знаете, перемены поднимают те вопросы, которые больше игнорировать нельзя. Взаимоотношения, они важны. И Бог начинает решать эту задачу для себя. Знаете, как поплавок. Вот если под воду опустить, руки подержать, потом отпустить, он всплывет. Вот перемены, оно поднимает вот эти вопросы, которые нельзя больше игнорировать. Нельзя. Кризис взаимоотношений. Всплывает этот поплавок, всплывает. Надо решать. Реагируй. Реагируй. Твоя реакция должна быть правильна. Ты должен правильно сейчас отреагировать на то, что ты раньше игнорировал. Ты игнорировал отношениями, ты игнорировал еще чем-то. И пришли такие перемены в результате этого игнорирования. И они всплыли в твоей жизни. Надо что-то решать. Если ты решать не будешь, все равно перемены придут. Но процессы, этими процессами ты уже не сможешь управлять. Это знаешь, как вот ты ехал на автомобиле, и ты на большой скорости летел, вот поворот, и на этом повороте гололед. И ты влетел в этот гололед на большой скорости, и машину понесло. И ты рулем поворачиваешь туда-сюда, и понимаешь, что машину несет, она не слушается руля, и ты понимаешь, что эти процессы уже неуправляемые. Но они идут. И ты молишься лишь о том, чтобы ущерб был минимальный. Ты понимаешь, что в любом случае может быть сейчас ущерб. Я молюсь, чтобы был минимальный ущерб. Господи, помоги. Вот так же, когда перемены грядут, они все равно придут в твою жизнь. Но если ты не будешь никак реагировать, то тебя просто понесет по этой жизни. Тебя понесет, и ты будешь молиться, Господи, лишь бы был минимальный ущерб. Братья и сестры, мы с вами молимся о пробуждении, чтобы пробуждение пришло. И Бог верен. Бог слышит наши молитвы. Он приносит пробуждение. Он приносит перемены. И как важно, Бог ожидает сегодня твою и мою реакцию, как ты будешь реагировать, что ты будешь делать. И вот этот человек, когда пришли в Евангелие от Луки 16 главы, пришли эти перемены, он начал правильно реагировать, он начал управлять процессами, он начал говорить, звать этих людей, слушаем, я потерял с тобой взаимоотношения, я никогда с тобой не общался, я не интересовался, чем ты живешь, я не интересовался, почему ты не можешь отдать долг, я тебе даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь тебе, что-то сделать для тебя, слушай, пришло время, я хочу помочь тебе, я хочу посетить тебя, я хочу поговорить с тобой. Хорошо, давай, как, ну, я тебе помогу, спасибо, я благодарен, что ты пришел, приходит к другому, слушай, а тут что? И мы с вами приняли решение, что мы будем, этот год, год, когда мы будем помогать бедным, когда мы будем кормить, когда мы будем заботиться друг о друге, мы принимаем решение, почему мы это делаем, потому что грядут перемены, и наша реакция, от нашей реакции зависит наше будущее, от нашей реакции сегодня, как церковь сегодня отреагирует на то пробуждение, которое Бог сегодня несет на эту землю, приходит невероятное пробуждение сегодня на эту землю, вопрос, как мы будем реагировать, мы будем просто игнорировать, продолжать игнорировать, слушай, ну, надо заботиться о себе, надо продолжать позаботиться о том, об этом, или мы сегодня все-таки поймем, что Бог ожидает от нас реакции восстанавливать отношения, Может, с кем-то поссорился, начать мириться, начать прощать, начать служить этому человеку. Может быть, где-то сосед твой, который постоянно мимо тебя проходит, и Бог стучит в твое сердце. Подойди, скажи, проповедуй, расскажи ему, разоследите свое о том, что Бог сделал в твоей жизни. Скажи, слушай, я вот раньше был, раньше пил, раньше не мог освободиться от этого, но пришел Бог и освободил, и тебя может освободить, тебе может помочь, потому что Иисус отдал свою жизнь за твои грехи. Ты, слушай, я хочу молиться за тебя. И когда ты начнешь это делать, Бог начнет какие-то процессы менять в твоей жизни. Бог подводит нас к этому моменту решения. Готов ты к пробуждению? Какая твоя реакция сегодня? Ты хочешь просто отпустить все на самотек и войти в неуправляемые процессы своей жизни? Или ты все-таки желаешь принять участие в этом? Может быть, Господь сегодня кому-то говорит, пора ходить на домашнюю группу, выстраивать отношения с теми, с кем ты, может быть, давно уже не общался и начал игнорировать кого-то. Просто у тебя много дел, просто много забот, просто зовет, борщ дома надо готовить или еще что-то. Бог, может быть, говорит в твое сердце, начинай выстраивать отношения, начинай служить, начинай собираться, начинай. Мы иногда думаем, что куда-то пойти, мы тратим время на это. На самом деле мы, наоборот, не тратим время. Ты тратишь время, когда считаешь важное неважным, тогда ты тратишь время впустую. Но мы с вами, Писание говорит, что мы искуплены из этой суетной жизни, мы принадлежим в вечности. А в вечности время не тратится. А наоборот, когда ты служишь другому человеку, ты не тратишь время, но ты, наоборот, вкладываешься, ты, наоборот, прибавляешь в себе время. Ты, и здесь этот человек, этот управитель. Интересно, он говорит такие слова. Чтобы применили меня в дома свои, когда оставлен буду от управления домом. Приняли меня. Чтобы они меня приняли. Почему первая церковь собирались? Они собирались, много общались. Потому что они понимали, что многое зависит от отношений. Если не будет у нас отношений сейчас друг с другом, мы не вырастим духовно. Мы не сможем помочь друг другу. Мы просто будем деградировать. Этот домоуправитель понял. И еще интересно, что написано. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века этого догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей. Приобретайте. Иисус говорит, приобретай себе друзей. Ты скажешь, у меня нет друзей. А Иисус говорит, приобретай. Приобретай. Посещай, ходи, общайся. Приобретай. Как? Богатством неправедным. Как? Тот же борщ я сварю и быстро на ячейку принесу. Я хочу приобрести этих людей. Я хочу быть дружелюбным. Я хочу приобрести. И дальше он, 10 стих. Верный в малом, во многом верен. Смотрите. Перемены, которые приходят в твою жизнь. Бог ожидает правильной реакции. Для чего? Для того, чтобы дать тебе больше. Желание Бога перевести тебя из малого во многое. Из малого. Написано, верный в малом, верный во многом. И приходят перемены, чтобы тебе что-то дать. Многое. Отношения, судьбы. Бог хочет тебе дать. Бог говорит, чтобы было 30, 60 и 100. По нарастающей. Аминь. Давайте мы поднимемся наши ноги. Я хочу, чтобы мы сегодня молились с вами. Вкладывай себя в отношения. Пересмотри свою жизнь. Я хочу пригласить также хор сегодня. Давайте поклонимся Господу, помолимся. С кем мне сегодня необходимо выстраивать взаимоотношения, чтобы мы посмотрели. Может быть, а может быть, это внутренние какие-то. Может быть, ты гневливый. Может быть, ты вспыльчивый. И Бог тебя привел к переменам, чтобы ты отреагировал. Может, мне надо пересмотреть мое состояние. Может быть, я ропотник. Может быть, я что-то как-то услышу, начинаю роптать, что-то говорить про кого-то. Сразу это начинает во мне. А Бог тебе говорит, слушай, начни правильно реагировать. На какую-то несправедливость. Когда Петр, когда апостол Павел в книге Деяний, он служил, ходил по городам, проповедовал. И написано, он послужил там одной девочке. Она пережила Божие прикосновения. Люди увидели это и сказали, слушай, что он делает? Взяли его, бросили в темницу, сковали его, побили его. И вот он сидит, вроде бы выполнял Божие дело, Божие поручения, служил Богу. И вот его приковали, прибили. И неизвестно еще, какая реакция будет завтра сюда, над ним. Что он начинает делать? Он начинает правильно реагировать на эти обстоятельства. Он начинает петь, он начинает взывать к Богу. И сила присоединяется, они славят Бога. И они славят Бога не просто там у себя, внутри, в душе. Я спою в душе. Но они так громко славили Бога, что все узники в темнице, они слышали, как они славят Бога. Как у них такая реакция? Как они так на несправедливость реагируют правильно? Они поют, они славят Бога. И написано, когда они это делали, оковы у них упали. У Павла из силы. И не только у Павла из силы спали оковы. Но и у всех узников спали оковы. И когда мы, как церковь, начинаем славить Бога, какие-то оковы начинают спадывать с нас. И не только с нас, но у людей, живущих вокруг, начинают падать оковы. Потому что приходит Божья сила. Потому что приходит Божье помазание, когда мы славим Бога. И Павел говорит, слушай, меня недостаточно того, что меня освободят. Я хочу еще, чтобы они извинились. Я увижу еще, как они будут извиняться перед тем, что они сделали со мной. И он добился этого. И перед ним извинились, его отпустили. И Бог явил свою славу на ту несправедливость, которая была в его жизни. Поэтому, братья и сестры, давайте правильно реагировать. Давайте включаться в дело Божье. Давайте включаться в отношения. Давайте включаться в это и служить Богу от души. Аминь. Давайте поклоняться Господу. Субтитры создавал DimaTorzok